Вот смотрите, когда человек знает, что он это будет делать, это всего лишь стадия. Вот допустим, я молюсь, сначала в сердце появляется спокойствие, что всё будет хорошо. Вторая стадия, я знаю, что делать, это второй круг жизни, вторая сфера жизни. И третья стадия, это самодействие. Если человек продолжает молиться, то он не только знает, что делать, но у него появляются силы, чтобы это делать. Если он молится недостаточно, тогда он застывает на этой стадии, что я знаю, что делать, но не могу это сделать. Молись дальше. С помощью молитвы человек получает силы. Что такое молитва? Она орошает человека силой. Нам в этом мире не хватает только силы. Вот почему девушка не замужем? Мне не хватает силы, женской силы. Она должна парней с ног сшибать. Любая девушка может любого парня с ног сбить своей красотой. Любого. Если у неё много силы, есть такие девушки, их называют апсарами, тангелы в женском теле. Если она приходит на землю, никто не может устоять перед ней. Она смотрит, все падают с ног, влюбляются. У неё столько силы. Поэтому она сюда не приходит, на землю неинтересно. Она приходит туда, где надо потрудиться, чтобы он влюбился. И так все девушки могут выйти замуж легко, если у них есть сила. Сила берётся от Бога. Если нет силы у тебя в сердце, значит ты страдаешь. Всё. Вот и просто. Всё вот так. Сердце человека наполняется силой, прорываются все заслоны его жизни. В результате. Но если он сказал себе, я не хочу этого всего в этой жизни, я хочу только Бога. Хорошо, пожалуйста, тоже, нет проблем. В этом случае ничего не прорывается. Человек идёт только к Богу. Это называется отречённый образ жизни, отречение. Но большинство людей не могут так жить. Поэтому Бог им даст всё, что им нужно. Однозначно. Потому что это помогает им идти к Богу. Да, человек становится наполненным, сильным, счастливым. Ему легче идти к Богу, чем замученным, несчастным, больным. То есть, если я буду дышать в трубочку, я больше или меньше сделаю в жизни? Конечно, меньше. Поэтому Бог меня от этого освободит, если я наполняюсь памятью о нём. Он нас не освобождает, потому что мы просто сами этого не хотим. Мы о нём недостаточно думаем. Как только мы о нём начинаем думать, так он сразу же нам даёт то, что нам надо. Вот представьте, допустим, вы тонете, вам попротягивают руку, и вы не видите этой руки. Но если вы увидели, вы чуть-чуть протянули, вас сразу начинают вытягивать. Так и Бог тоже действует. Мы так сильно поглощены своей жизнью, поглощены здесь, что мы не чувствуем Бога, не хотим его видеть. Но как только мы чуть-чуть на нём сосредотачиваемся, чуть-чуть хотя бы, он нам даёт сразу как можно быстрее то, что нам надо в жизни. Мы просто сами не хотим. Мы хотим сосредотачиваться только на своей жизни. Понимаете? Мы хотим думать о Боге вообще. Поэтому мы ничего не получаем в этой жизни, то, что нам надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!